Что общего между блохой кустом и танком? Вот эта вот ж самоходка или танчик лёгкий, это и есть общее произведение всего того, о чём я сказал. Это ЕЛЦ БИС, очень своеобразная ЛТ-шка-САУ, у которой установлена довольно мощная для её габаритов 90-миллиметровая пушка. И как эта штука играется на 6.0 нам предстоит сегодня выяснить, поскольку это очень интересно посмотреть. Размеры этой штуки очень скромные, и при такой огневой мощи, пусть и на кумулятивах, она должна как-то, ну, доставлять, как минимум тем, что геймплей на ней он своеобразный. Почему? Расскажу чуточку позже, уже в бою, а пока погнали! Выполняй простые задания на своём мобильном или планшете и получай золотые орлы в игре War Thunder. По моему промокоду на экране вы получите свои первые 10 золотых орлов. Ссылка в описании. Итак, ЕЛЦ-БИС. Вот такая вот маленькая очень самоходная установка. Потому что смотрите, как у неё башня поворачивается. Это всё. Дальше оно не ворочается. По сути, это как бы выглядит как башня от танка, но на самом деле это является просто подвижной рубкой, если можно так сказать. У нас всего два члена экипажа. Маленький двигатель, два члена экипажа. Посмотрите, как мы выглядим рядом с гвоздикой. Мы раза в три меньше, в два раза ниже. Короче, прям самая настоящая коляска по сравнению с гоночным болидом, но при этом нас не обделили 90-мм пушкой, которая на кумулятивах способна выдавать довольно солидное пробитие в 320 мм. Но вопрос только в уроне и в том, как же нам жить. Есть основная проблема в том, что естественно этого брони вообще нет никакой, хоть и есть подвижность. И, соответственно, это не считается ЛТшкой, потому что это как бы САУ. И, соответственно, у нас нет разведки. А это уже меняет немножко дело. Если бы мы могли просто стоять, посматривать по сторонам и разведывать всех неверных, это было бы одно. Ну, другое дело, когда мы можем по ним только стрелять. И вот с этим как бы косяк. Углов, разумеется, у данного аппарата довольно немного, но вниз хотя бы минус 8 есть. Это позволяет нам хоть как-то действовать из-за укрытий. Но, опять же, горизонтальные углы наведения такое не позволяют делать никак. Что, соответственно, серьезно мешает нам выбирать позицию. Вот, но, тем не менее, работаем с тем, что имеем. Ну, и не забываем, что лучше бы здесь были подкалиберные снаряды, конечно. Потому что кумулятивы очень неудобны. Вот, например, в кустах, где я как раз-таки и занял позицию. Или вот надо будет закинуть вот туда вот куда-нибудь, например, да? А ты этого сделать не сможешь. Слушайте, у нас прям там что-то очень зверское происходит везде. Оно как бы с одной стороны интересно, а с другой... А смогу ли я... А я не смог. Хотя, вроде как, близко выстрелил к этой штуке. 7 секунд всего лишь перезарядочки. Ать! Попал! Ха! Сломал казенник. Отлично. То есть это прям самое максимально... Вот антипод FV4005. Максимально мелкая сал. Максимально не готовая к прямому столкновению. Да, и наносящая урон. Вот такого формата. О, с другой стороны я только что тонканул. Заряжающий механик-водитель. Ха-ха-ха. Зря я, конечно, вылез. Я чуть не ожидал, что их прям трое. Но смешно, что получилось тонкануть. На ней легко набивать, зато на какой-нибудь суперкорсар на снэбах. Мы на нем обязательно потом пойдем в бой. Ну, блин. Урон по королевским тиграм. А наносить-то его как? Вот я два раза их пробил. И ноль осколков. Только то, что по прямой задел, то и погибло. Но, ладно. Первый бой, так сказать, он ознакомительный. Для вас рассказываю, что с техникой как и так или не так. А вот в следующем бою попробуем сыграть более тактикульно. Где-нибудь встать. Максимально врага подождать. Ну, а как эта штука еще может играться? Это прям максимально красивый танк. По-другому оно не работает. Нужно занять такую позицию, где о тебе знать не будут. Блин, мы, мне кажется, это все потеряли. Эти позиции. Как и в целом вот здесь. Я, наверное, останусь пока вот тут. Вот так вот сделаю. Чтобы в случае чего хотя бы иметь возможность стрелять вот сюда по проезду. Слева я закрыт от врага. Здесь меня тоже вроде видеть особо не должны. О, помощь в уничтожении за тигра дали. Это красота. И как-то вот так. Эта штука в первых рядах, очевидно, не играется. Это как АСУ-57 в какой-то степени. Только у той хотя бы каморники есть. У нас, увы и ах, каморников не наблюдается. Что неудобно в некоторых ситуациях. Ну, как бы, меня никто не спрашивал при проектировании этой машины, сделал бы я ей каморники или нет. Вон, кстати, проехал кто-то. Но я прозевал, да и тут кусты. Боюсь стрелять через кусты. Вон еще кто-то проехал. А я решил на стуле позу поменять, вместо того, чтобы целиться. А был бы я в прицеле, мог бы выстрелить. Мог бы попасть, наверное. Но уже все, проспал. Ну и ладно, они уже проехали. Можно нам попробовать вернуться вот на эту позицию. Если меня, конечно, отпустит вот это дерево, которое меня даже не касается. И пострелять все-таки из кустов. Потому что так определенно для нас безопасней и интересней. Валим-валим. И еще одного королевского тигра второго уничтожили, по которому мы попадали. Надо ее кустами завесить, мне кажется. Эх, что будет. Эх, что начнется. А назад у нас какая скорость, ну-ка? А назад хорошо едем. То есть поменять позицию в случае чего не проблема. Поэтому то, что здесь башня, не башня. Не настолько критический недостаток. Да, вот здесь где-то танчик есть. Где-то он здесь есть. Нас, правда, это не особо касается, да? Я, наверное, вот эту позицию займу. Между кустов. Но я, опять же, не вижу здесь технику. А у меня, как назло, здесь сплошные кусты мешают мне. А если я правее маленько выйду вот сюда? Да, я и здесь его не вижу. Он как-то очень уж хитро вот за домом стоит. Я могу вперед подъехать? Не, здесь я буду как на ладони для всех. Он тигр королевский. Он не ожидает нападения. Опа! Механик-наводчик. Тигр просто надо в правую часть стрелять. Да-да-да-да-да-да-да. И в левую часть добиваем. Все, произошло добитие. После этого меняем позицию благодаря хорошей скорости движения назад. Буквально красота. Мне нравится. Здесь всех похоронили. Союзник у нас слева все обошел, все сделал. Здесь Исян первый стоит. Врываться, наверное, это будет ошибкой, но я хочу. Первый ознакомительный бой можно и так сделать. Вон тут тигр, он меня даже может не видеть. Та-та-ра-та-ра-та-та-та-та! Понятно? Я за это поплачусь, да? Нет, не успел. А теперь наводчик и командиру тебя отъезжают, дружище. 7 секунд перезарядки, все-таки дело поправляют. Механика-водитель. Он пересадит экипаж и может меня за это наказать. Придется вот так вот его замансить. Просто великолепно. Все, что я могу сказать, это просто великолепно. У нас есть танк там, но... Но там есть и тигр. А я-то понадеялся, что все, раз наш союзник так далеко прошел, значит там нет никого. Конечно. 10 раз. Скворечно. И этого тигра, что самое смешное, в момент моего выстрела по нему еще и добили. То есть фраг мне не достался. 4 помощи. Ну вы поняли, чем вы будете заниматься на... На вот этой вот штуке, да? Ха! Бесконечно делать помощи всем и вся. Потому что нанести урон на ней невозможно. Так, там есть авиация. Это первоочередная задача. Наша королевская кобра с кого-то сгрызла? Сгрызла. Сгрызла. Мне бы надо штурмить, понятное дело. Но попробую сначала кобру как-нибудь... Прикрыть. У меня как раз хорошее вооружение для этого. Осталось только попасть. Во! Сойдет. Ага, поштурмил. 10 раз. Посмотри, сколько там авиации. Господа, а почему вы мне не дадите на корсаре со снэбами сделать грязь с противником без снэбов? Конечно же. Конечно же урона у меня не будет. 20-ти миллиметровые пушки у меня ведь для этого и нужны. Чтобы не наносить урон. Полностью согласен. Это меня размансит, да? Это меня размансит и на этом я умер, собственно. Все, убежать я от него уже не убегу. А что вообще-то я на штурмовике. Корсар со снэбами очень тяжелая штука. Ну, по крайней мере, может быть, какой-то проход смогу сделать. Вот здесь над противником. Вон вижу кто-то. А, там зениточки, е-мое. Ну тогда я вот так вот поделаю. Может что-то залетит. О, сразу залетело. А ну-ка с пушек, сюда, 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 сюда. Сюда все. Сюда все. Обожаю корсар со снэбами. Меня еще некоторая часть этих чуваков бросила, не посчитав, видимо, страшной участью для себя. А зря. А я ведь вас всех сожру. Я добрый людожор. Добрый людожор. О, зенитка. Эх, по ней не попал. И мне оба крыла оторвали. Ха, смешно. Ладно, погнали в следующий бой. Ситап, короче, у этой штуки просто максимально бесячий для врага. Дикая штурмовка. ЕБР, Сейлорейн и Биско. Господи. Французы 6-0, теперь что-то с чем-то. Погнали. Дальше, еще боечек. Так, елка отправляется на охоту дальше. Посмотрите, мы раза в три ниже, чем Шерман. Это вместе с башней. Это я только про корпус говорю, что мы ниже. А у него вон как это все торчит. Поэтому эта штука действительно прям крайне бесячей может быть. Особенно на некоторых, не знаю, картах, где много, где можно спрятаться именно в каких-то укрытиях. Да тут она везде найдет для себя какое-то укрытие. Любой камень становится для нас укрытием. Но понятное дело, да, что выживаемость никакая. И вы сами видели, что происходит с уроном. Это, пожалуй, те кумулятивы, урон у которых до сих пор кумулятивный классический. Как мне кажется, все-таки многим кумулятивам урон пофиксили. Пофиксили в сторону увеличения. Они начали образовывать хоть какие-то осколки. Вот. Но, естественно, только не кумулятивы этой штуки. Калибр небольшой. Хотя как, 90 миллиметров это вообще-то крупный калибр. Ну вот. Игра считает, что нет. Но она нет и суда нет. И знаете, что еще неприятно для нашей самоходочки? То, что у нас, ну, мы очень низкие. Это и плюс, и минус. Минус в том, что мы можем, ну, не прострелить забор какой-нибудь вот такой. Он нам будет мешать стрелять. Так, я предлагаю ждать смотреть здесь, на точке А противник. Мы его, соответственно, тоже ждем. Странно, что здесь так мало. Но они вот все в центре, а наши очень медленно едут как раз-таки. Поэтому сломя голову лететь вперед, наверное, будет... Большой ошибкой. Прям вот едет, 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 а я его не вижу. А он прям же передо мной где-то. Очень странная история. А вон едет он. Наведение башни быстрое. Он меня не видит. Он меня не видит. Это был длинноствольный шерман со стабилизатором. Держу в курсе. Он мог бы нас убить, но я... Оказался более ублюдком, чем он. Но на этой технике по-другому играть нельзя, к сожалению. Так что, увы, ях. И вообще это я не его слышал, а кого-то другого. Кстати, слева нашего союзника убили только что. Что не очень хорошо для нас. Где этот человек? Ага, он звучит здесь, но... Не буду подставляться. Вот сейчас он будет выезжать, наверное, судя по звуку. Ориентироваться приходится только на это. Нет, ну прям передо мной, как будто бы. Я не понимаю. А, вот оно. Вот оно, как понятно. А, да? Все ясно. На ходу. Ба-бам, бу-бум. Превосходно. Я сначала не понял, кто это такой едет, поэтому не стал стрелять кумулятивом. Я бы его ваншотнул. Я думал, надо выстрелить ему в правую часть корпуса. А он только меня заметил, сразу выстрелил. И, разумеется, это ваншот. Ну, по очевидным причинам. Количество нашего экипажа не позволяет нам вести боевые действия при хоть каких-либо повреждениях. Поэтому нас просто развел М18, которого наказал свой же суперкорсар. Точнее, это обычный корсар. Ой, противники мне подыгрывают определенно. Хотя, с моей командой, которая здесь вот в одном месте что-то как-то зависла, еще неизвестно, кто кому подыгрывает, потому что точку мы как-то не захватываем. Блин. Теперь совершенно непонятно, а что делать? Потому что вся эта часть карты... Я слышу кого-то здесь, и это не Айрел. Кто-то еще сюда приперся. Вот сюда. Сейчас будем разбираться. Нам бы точки скидывать как-то. А по итогу приходится меситься. Мне машина не даст выстрелить, да? Ага. И он стал слушать. Он увидел кого-то? Нет, он меня услышал, видимо. Я очень боюсь. У него две пушки, и вы понимаете, что это значит. Нет, он знает обо мне. Держи, вонючка. Стрелок-радист. Как вам урон? Ну вот как играть на этой штуке, а? Я не знаю. У нее просто абсолютный ноль урона. Я даже на корсав со снэбами не накопил. Это какой-то смех. Я слишком агрессивно играю на ней. Это реально просто тупо кустовой демон. Максимально в кусту стоять. Только с кумулятивами с такими. Как в кусту стоять? Смысл-то мне? Ну хорошо, я вдал по нему выстрел. И чего я добился? Первым. Ох, тяжело. Пойдем в следующий бой. О, это будет очень печально. Точка А, она одна. И здесь будет махач. Блин, как же подводит орудие на этой штуке. Просто безумно. Я на ней все лечу, пытаюсь... И так привык к танкам с хорошими орудиями на каморниках. Которые наносят хоть какой-то урон. И вот... Вот это вот разочарование прям максимальное. Это 90-миллиметровка. Ну как можно было вот так вот настроить это? Действительно, эта кумулятивная струя, она настолько, ну как бы, ничтожная, да? Что не может повредить ничего вообще, кроме как что-то конкретно находящееся на ее пути ровно. Она работает, как какой-то ранний катушечный подкалибер. Ну блин. Это раскаленная, твою мать, струя. Которая прожигает броню танка, а потом прожигает все внутри. И поднимает там температуру, давление и все остальное. Как оно так может работать? Честно говоря, немного непонятно. Для меня. Ну, что ж. Игра полна условностей. И одна из них это вот это вот. Самое ужасное, что после этого выстрела ты палишься и, разумеется, скорее всего, смерть. Потому что, а как по-другому? Эта штука выживать не умеет и она не должна. Это, в общем-то, и верно. Но если мы говорим какую-то осушку 57-ю или 85-ю, у них хотя бы урон может быть. Ну, потому что каморники так или иначе. Ну, конечно, здесь сделали так, что заехать нельзя. Ну, вот. Но с другой стороны, у нас, блин, больше 20 лошадей на тонну. Мы ездим вперед и назад, как непонятно кто. У нас маленькие габариты. То есть, это бесячая хрень. И давать ей орудия еще и ваншоту еще и все. Это балабадская имбень. И вот я в замешательстве от этого. Надо привыкать к этим недостаткам. Но как-то прям грустно с ними жить. Совсем. У меня здесь танк. Я не хочу привыкать жить с этими недостатками. Все, что я могу сказать по этому поводу. Я ненавижу хелкаты. Мне кажется. Я его даже не видел вообще. Почему он меня видит, когда я его не вижу совсем? Ладно. Предположим, так нужно. Я полностью фрустрирован. Больше я не хочу играть на этой штуке. Она не настолько быстрая, чтобы обгонять хелкаты по итогу. А как бы... Ну и что теперь? Всякие вон рат или ЕБР и уехали еще дальше. Их все это дело никак не затронуло. Опять по итогу я выгребаю, как самый умный. Точка, естественно, падает. Потому что на нее никто не поехал, кроме меня туда. Все объезжают. Ладно. Сейчас будем разбираться. Ну вот опять хелкэт. Я просто ненавижу их, мне кажется. Они везде. Они уже везде. Все. Их слишком много. Их не выкурить теперь. Так что вот там хелкэты 100% где-то. Везде хелкэты. Кто его еще мог убить? Откуда? А, так вот и хелкэт, да, судя по всему. Вот вы видите хелкэта в этом кусту? Я нет. А он есть. И он все видит. Он всех видит. Обо всех все знает. На! Вы видели этот выстрел, а? На раскачке вниз по башке члену экипажа, чтобы об него взвелась кумулятивная струя, даже не в танк. И его убило избыточным давлением от кумулятива. А кто умный? Не я. Ну какая же ты скотина этот хелкэт. Он всю нашу команду перерезал. Так вот тут их еще стоит. Целая пачка. Но вот это можно прям, да, запоминать и так вот делать. Если у вас кумулятивы, можно стрелять в любую часть хелкэта. В том числе и просто в экипаж. Да почему им целиться никому по мне не надо? Они просто на ходу в меня херачат. И самое что смешное попадают. Прям в центр корпуса мне дал, не сводясь, не наводясь. Ой, господи. Пойдем в следующий бой. У меня прям уныние с этого танка. Так, погнали на елке на точку А. Знаете, что у меня сейчас вызывает такой большой диссонанс и неудобство? То, что есть техника. Вот, допустим, тот же хелкэт, да? У которого тоже нет брони. Который тоже такой же быстрый и даже быстрее, чем мы, оказывается. И у которого есть каморники. Аааа... Он живет, блин, скотина. Вот этот хелкэт, если не стрелять по нему кумулятивами, он живет. А в основном кумулятивами тут никто не стреляет. И это как бы и наш плюс, и наш минус. И при этом у него рубка открыт, и он живет, а мы вообще не живем. Башня полностью не поворачивается, и реально остается... Он может активно влететь, башню повернул вбок, выстрелил, попал, убил, каморник, мощный, все дела. А нам остается только крысить. Несмотря на всю нашу скорость. Мы ее не можем применить. Да и самое главное, почему-то эта техника, ну, не ощущается такой же быстрой, как хелкэт. Потому что что-то вот они как-то быстрее все эти позиции занимают. И это прям вызывает фрустрацию. Урон и отсутствие живучести, как таковое. Хотя, это же, блин, очевидно абсолютно, что у этой техники неживучести не будет никакой. Но вот урон, в дополнение к этому, создает неприятное комбо. Что ты часто очень можешь сделать так, что противник не умирает после твоего выстрела. И после этого тебя ваншотят. Все. Вроде казалось, всего две мелочи, а вместе они делают полностью бесполезным всю твою концепцию в рамках игры, понятное дело. Ну, это при условии, что ты вынужден бороться в ближнем бою с врагом, наверное, и он на тебя обращает внимание. Ну, вот пока обращает, потому что, видимо, я слишком агрессивно играю. С этим ничего не поделать. Ну, точки захватывать можно, с другой стороны. Весь сетап тут у нас получается абсолютно такой же. Забавный. Здесь должна быть уже техника противника, которая въедет сейчас к нам. Ну, вот, блин, был бы я на Хелкете, я бы встал за кусты, не выезжая из-за куста, стрелял. Но здесь я так не могу, потому что кумулятивы взведутся из-за куста. Для меня кумулятивы на этом боевом рейтинге это больше минус, чем плюс. Тем более для техники, которая и так, и так объезжает по бортам. Смысл мне пробития 320 иметь в этом случае? Большого смысла нет, мне и там 150 хватит, как у Хелкета, или сколько у него там. Ну, вот, к сожалению, вот так. Еще у врагов двигатель довольно тихий, вот это вообще косяк. И разведки тоже было бы не лишним иметь. Так, давайте попробуем вот сюда. А, попадание в боеукладку без урона. Ну вот, я про это и говорил. Вот толку тебе быть быстрым, незаметным, маленьким и удобным, если ты не можешь убить врага никак. Я выстрелил ему кумулятивом в боеукладку, и она не сдетонировала. Она даже не исчезла. Она просто никакого урона не понесла. У меня здесь танк. Стоит! Я должен крысить! Я должен стоять! Не ты! Я! Ну, на этом все. Вы поняли, да? Смысл тебе брать специализированную технику для крысятничества? Если крысятничает, то все равно противника, не ты. Вот и я не понимаю. Меня бесит. Меня это очень бесит. Да? Он просто... АФК камень на тигре. Вы понимаете всю иронию прикола? Ты, твою мать, на тяжелом штурмовом танке! Он выкручил даже двигатель! И смех, и грех просто. И самое смешное, что я не могу ему просто вшатать куда-нибудь на рандоме, чтобы его убить. Механик-водитель. Я опять не убил ему наводчика, и за это я умру. А, привод горизонта. Слава богу! Господи, я в это не верю. Каким же чудом? Топливный бак, урон. Это прикол? Килограмм тротила в снаряде. В кумулятивной струе под диким давлением с высокой температурой врывается в боевое отделение тигру два раза. Топливный бак. Королевский тигр танкует боеукладкой. Обычный тигр танкует пространством и людьми. Которые магическим образом исчезают из его боевого отделения, никак не мешая ему вести бой. Ну, это в принципе везде, так ладно. Но, блин. Вы поняли, да, теперь о чем я? Казалось бы, вот имба по всем характеристикам. Мелкая, противная, безумно. Вот не положи ей просто урона, и все. Че от твоей имбы остается? Ты просто бесячая хрень, которая будет делать по четыре помощи, как в первом бою. Ни одного пока еще боя нормального нет. И не будет с этим уроном. Его нет стабильно вообще никогда. Ладно, есть ломы на топах. Они то дамажат, то не дамажат. Но это вообще никогда не наносит урон нормальный. Вы хоть один ваншот видели? Мы еще и воюем, как назло, против тигров, королевских тигров и всего такого, у чего огромное заброневое пространство. И чего не убить. А я... А я... Куда не попади, вот смотри. Вот куда. А вот, да, кусочек боевого отделения. Ну, конечно, взведется снаряд, ну, разумеется. Конечно. Конечно. У меня... Ой, мне в голову вступило. Я... Ах. Это очень больно. Играть на этом. Я понял. Это была большая ошибка. Я ожидал... Я никак не мог думать, что это такое говно. Пойдем еще один бой. Знаете, я что-то очень сильно фрустрирован от этой елки. Просто потому, что у нас есть еще... Ну, во-первых, елка не обязательный там к прокачке. А во-вторых, у нас есть вот эта штука сейлорейн. У которой подвижность еще больше, чем у нас. И 100-мм пушка на сплошняках. Но когда я об этом подумал и взял ее, вот выкручив запись в предыдущем бою, просто так докатать бой. Я поехал. Сделал рикошет о борт этого тигра. Снарядом 100-мм с пробитием 270-мм. И после этого я уже в принципе не знаю. Может быть, сегодня просто меня прокляли. И я не знаю, что вообще нужно сделать, чтобы снять это проклятие. Потому что... Ну, блин. Одно могу сказать точно. Сейлорейн быстрее, чем вот эта елка. Елка довольно медленная по сравнению с ним. Но зато у нас гусеничный ход нормальный. Хотя там тоже, но как бы... С нюансом. Ай, в общем, все оно с нюансом по итогу получается. Со сраным, неудобным нюансом. Давайте вот так вот сделаем. У нас есть дымы, это, конечно, все здорово. Только летят они сами, видите, сколько. Надежды на них особо и нет. Я бы здесь развернулся, чтобы свалить просто отсюда сразу же. Я очень надеюсь, что я успею. Мне очень-то хочется умереть. Можно было не разворачиваться, просто кормой заехать, значит, на точку. Все, захват зоны есть. Валим отсюда. Там, потому что очень много чего слышно нехорошего. Давай, елка. Конечно, отсутствие полноценной башни, да. Это прям... Неприятный нюанс. И баллистика-то вроде хорошая, и все остальное, но... Что это вот такое? Под нами где-то ездит вот здесь танк противника. По итогу у меня просто сегодня переигрывают. А я ошибаюсь, ошибаюсь, я ошибаюсь. А эта техника не прощает ни единой ошибки. Ну, вы и сами это уже все увидели. О, насушка куда-то лезет. Она-то, может быть, за счет БРа поприятней. Двигатель, я думаю, еще вполне различимый у этой штуки. Видите, меня все слышат. И хелкат, и тигр, все меня ждут, все меня уже знают, что я еду. Я не могу никого, так сказать, застать врасплохо. Кого застаю врасплохо, так я их даже убить не могу. Со своей говнопушки. Газь! А, да? Я-то думал, кумулятив вообще-то должен тебя убить. Нет? Не должен? Как знаешь. Почему это так работает? Я не знаю, у него открытая рубка. Он должен умирать. По всей логике и всем законам. Но, нет. О! Неужели это первый ваншот за все это время? Взрыв боекомплект все-таки произошел. Невероятно. Мы смогли обойти их. И даже достигли каких-то успехов. Захват точки с другой стороны у вас будет. Фраги какие-то могут быть, если вы обойдете. Удачно. Врага. То есть, я не могу назвать елку прям совсем говном. Ну, тут просто все зависит от того, будет у вас урон или нет. А если урона не будет, вы должны быть готовы к этому. Двигатель, наводчик. Понятно. Он его не убил, кстати. С другой стороны, вон, чувак, да? На подкалиберах. Тоже, что ли, убил? Да нет, не убил так же. На Центурионе. А мы вон летаем, как бешеный. И стреляем кумулятивами с таким же пробитием. И даже углы какие-то есть. Поэтому я считаю, что это просто мне не везет сегодня. Не могу сказать, что это отвратительная техника. Потому что это не так. Даже раскачка какая-то приемлемая, что ли. Опять Т-20 выживает с красным членом экипажа. А, техника уничтожена. Он решил ливнуть, да? Правильно сделал. Ну, вообще, вот смотрите. Нам дали сейчас прорваться. И противник начал рваться. Я, наверное, останусь просто тут. И вот у меня все как на ладони. Баллистика норм. Превосходный урон. О, взрыв боекомплекта. Пантера, правда, уехала уже. Смогу ли я увидеть ее еще раз? Откуда? А-а-а, ясно. Все понятно. У них тигр справа. А, у нас вся команда умерла. Я это как-то даже не заметил. Понятно. Ну, тут я сам дурак. Уже захотел постоять около вражеского респауна. Постоял. Погода, конечно, очень летная. У меня даже дублеры кончились уже на этой технике. Ну, смотрите. Вот, есть удачный бой. Ты на этой штуке влетел. Захватил точку. Поубивал противника, если ты хочешь на что-то пересесть. И пересел на что-то другое. На самолет, на другую технику. Так что у Франции в этом плане гибкий сетап. Просто стволы очень своеобразные. Нет универсальной имбы какой-то. Знаете, чтобы это танк и с броней. И с живучестью. И все такое. Ну, таких в принципе мало в этой игре. Так что тут я сам дурак во многом, что лечу и подставляюсь. Учитесь на моих ошибках. Лучше на моих, чем на своих. Так, меня чуть не уничтожили, кстати говоря. А, да? Да, я предпочитаю сказать, что сегодня просто у меня очень неудачный бой. Первая же пулька из браунинга. Попавшая в меня. Меня поджигает. Ну, вы в это верите? Я нет. Просто сегодня что-то меня возненавидело очень сильно. А что именно, это большой вопрос. Да, я застрелил эту зенитку, хотя бы так. Пойдем в следующий бой. Еще разочек надо попробовать. Я буду продираться через сегодняшние бои. Они ублюдские, но еще один хотя бы нормальный. Я обязан сыграть. Так, елка на той же самой карте, так еще и с одной точкой. Идеальная квинтэссенция крысятничества, хочу сказать вам. И знаете, что нужно сделать, я думаю? Максимально не ехать на точку. Мы уже все все поняли. Если ехать к противнику, то ты сдохнешь на этой штуке. Поэтому надо ехать куда? Правильно. Вот, в идеале вот сюда. И здесь и встать. Ну, это шутка, понятно, да? Вы поняли. Надо найти какую-нибудь позицию, куда поедет такой же один дурак, как и я. Дай бог, его как-нибудь переиграть, застрелить. И выехать им в борт. В этом и весь смысл. На самом деле, ведь не обязательно на этой технике отыгрывать весь бой в этом сетапе, да? Взял потом авиацию, на авиации слетал. Пошел на Лоррейн и сел, на ЕБР и сел. Вообще, борьба за точки у Франции получается очень мощная. Потому что это все быстрая техника, и некоторые из них даже с довольно мощными пушками. А так надо вот тут вот встать. Углов хватает, и смотри уже, что можно творить. Какую грязь. Он стоит, 34-очка, а ты уже можешь по ней стрелять. Летит Хеллкэт, надо его убирать. А, да. Слишком хорошая баллистика. Я сейчас умру за это? Как вы думаете? Нет, они все-таки еще не раскусили уровень пранка. Вот что это за урон кумулятивом? Почему он взвелся ему АВЛД и не нанес урона? Мне вот интересно. Как так оно случилось? Вот, наконец-то, это мой экипаж ваншотнул. Опа, меня раскусили. Да, играть от позиционки на этой штуке довольно удобно. Главное просто не пропустить в это... По башке. У меня слева танк. Ага. Я не сомневался в тебе, дружище. Ну и все. Ну и все. Все. Абсолютно все. Если ты думаешь, что ты главный объездун в этой игре, конечно же нет. Главный объездун, вон кто-то. Вот он, вот он объездун. Вот он правильно делает. А я вот так не сделал, я умру за это. Да. Есть еще одна проблема. Ёлка будет играться на других БРах лучше. Если ее взять повыше на боевые рейтинги, не будет где Хеллкэтов, то ей будет лучше. А у американцев это супер популярная техника, легкая. Ну вы сами видите, как они бесят. И где они все время находятся. Когда Хеллкэтов не будет, мне кажется, на этой штуке играть надо на 7-0 вообще, а не на 6-0. И ей будет там гораздо лучше. Чем против Хеллкэтов. Бесконечно. Потому что они главная наша проблема. Ну как и в целом. Главная проблема этого боевого рейтинга. Эти бесконечные Хеллкэты. Кстати говоря, он сдох. Его прилетели и разбомбили. И правильно сделали. Я считаю. Я уж просто увидел, что я могу по ним туда стрелять. И давай, думаю, стрелять. Нет. Сначала надо решить все дела объездуна своего. И только потом... Да... Они там такой толпой на одной позиции стоят. Вон опять Королевская Кобра еще двоих бомбанула. Это что-то... Это пранк такой? Они там просто все встали на одну позицию и там стоят? У них вообще мозгов нет, что ли? У меня здесь бульдог, кстати говоря. Я, конечно, приехал сюда же, но в этот раз я поеду еще дальше. Если бульдог даст мне проехать. Блин, они там прям едут так красивенько. Так, 34-очку в ангар. Пантеру в ангар. Да, елка все-таки бесячая. Просто сегодня бои неудачные. Такое бывает. Такое бывает. Ага, вот он. Он умер? Нет? Он не умер. Опять по пулеметику в командира невидимого. Какая я неприятная охренотень, а? Все, стой, крысь, дальше. А, у нас еще... Еще более крысиная крыса есть. Классик. Да, разведки, конечно, очень не хватает с крысками бороться. У них в этом плане есть преимущество. Но, увы, ах. Четыре фрага. Елка неприятная техника. Смотри, делает фраги-то. Вон он едет. Просто я занимаюсь не тем. Надо сначала бороться с крысами, а потом... Самому становиться ей. Борьба между крысами... Важнее жизни. Вон, ПТ-шка приехала, зажала их. И теперь им будет очень неприятно и больно. И мы уже спокойненько можем сюда заехать. Помочь. Да... Конечно. Десять раз, и я ничего не вижу теперь из-за этого. Ай, давай. Вверх не поднимается, вниз не опускается. Урон не наносится. Сам криво выстрелил опять. Не знаю, на что тут можно жаловаться. Кроме урона. Вон они теперь. Как бы все. Да, надо было просто перекрысить крыс. А, ну... Да. Вспоминаем про нашу броню, которой нет. Любой корсар, который будет пролетать рядом... Любой самолет, который вообще, в принципе, будет пролетать рядом... Он сделает с нами вот это. Ему даже думать не надо. Экипажа два человека. Брони... Брони... Да. Восемь миллиметров. Восемь миллиметров брони пробивается абсолютно чем угодно. Так что... Артиллерия и все остальное... Заставит вас танцевать в обнимку с гробом. Что неприятно, но поделать с этим ничего нельзя. Так что, да, чисто крысиная техника на кумулятивах в этом плане неудобна. Есть техника для крысятничества получше, как вы поняли, да? Тот же самый Хеллкэт, например. Но елка... На ней тоже можно... Доставить неудобств... И неприятностей. Я врага не вижу. Куда они улетают? Ладно. Они здесь вообще не собираются менять ничего. Ладно. Так и сделаем. Снэбы хотят... Хотят получить по голове. Пусть получают. Я не против. Он наверху? Один-то улетает. Вот я его вижу. Я не понимаю, где он. Я вроде и вверх посмотрел. Вверху нет. Значит, это он улетает. Один-единственный. Судя по всему. Значит, берем снэбы в руки. И идем гнобить респаун. Мне нужно хотя бы рядом с ним попасть, я так понимаю. А, он временно неуязвим. Я понял. Просто превосходно. Неуязвимые зенитки. Мои любимые. Тигр-2 убил кого-то. Мигарь, як. Вроде все живы. Я могу тогда на респаун выйти и опять их вшатать. Вот здесь вот кто-то стоял. Тоже кто-то, кто нашел себе, так сказать, хорошую позицию. И надо бы его эту позицию лишить. Давайте вот по тигру отработаем. Во. И по сковороде тоже можно отработать. Во. Я говорю, противный сетап французский. Не самый простой. Но, блин. Стоит за ними следить перестать. И они наворотят делов. Потом не разгребешь. Потому что что такое снэбы? Снэбы это счастье. Этого убили. Вот он где-то еще стоит. Кто здесь? О, еще один тигр стоит. Еще один тигр выгреб. Девятерых настреляли. Так что, че я жалуюсь? Да, елка, блин, уязвимая. Да, она сложная для игры из-за этого. Но это же читерская крыса. Ну, тут и противники мне попались, конечно, идиоты. Вот вы посмотрите, вот че они здесь делают всей толпой? Я понятия не имею. Этого я еще и раскрытовал. Да эти просто на одной полке сдохли, наверное, в десятером. Они не едут на захват, не проезжают дальше. Они стоят на полке. Ну, и испытывают по этому поводу какие-то теплые чувства, судя по всему. Ну, собственно, они за это и поплатились. Давай-ка попробуем по нему отработать. Да, у нас получилось поставить его на механика водителя. Это летают союзники. Значит, можно помогать мне. А почему я? Займись спидфайером, дружище. Нет, у него, я это, кровная месть осуществляется. Вы поняли? Поняли, да? Во, спидфайр его за это убьет. И второго, надеюсь, нет? Второго нет. Да, этот уязвим. И, значит, мы его съедаем. Как я его прозевал? Ну, да легко, собственно, я и внимания не обращал. Я не смогу его перевиражить никаким образом, я думаю. Мда. Суперкорсар очень тяжелая штука. Поэтому... Давай-ка лучше под свои зенитки выйдем попробуем. Там у нас вроде и авиация должна быть. Ага, наша. Там три вообще врага. Это я тот самый слепой штурмовик, который по сторонам не смотрит. Оказался. Но это победный бой должен быть. Единственный момент. Судя по всему, никто не собирается с меня снимать хвост, потому что некому. Ну, я пытался. Попытка не увенчалась успехом, к сожалению. Ну, я, собственно, я и не против. Вон тут зенитка какая-то стоит. А, ну и все. Ну что ж, сказать могу я вам. Просто не перестраиваюсь я на такую технику сложную. Легко. Но вообще, ёлка способна сделать несколько фрагов и жутко поднасрать. Но вот именно, что это не техника имбовая, которая едет и выкашивает всех и вся. А именно, что техника подсиратель. Прям неприятная штука. Иногда для игры в том числе. Сами видели, по каким причинам. Интересно теперь сравнить её будет с Сейлорейном, кстати говоря. Который имеет почти ту же функцию, только ещё и 30 лошадей на тонну и 100-мм пушку. С перезарядкой в 9 секунд. Так что, будет неплохо, да? Так что, хотите видео, пишите об этом в комментариях. А я пойду пилить для вас эти самые видосы, собственно. Жду от вас фидбэка. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.